Очередной визит координационной комиссии МОК совпал с международным брифингом вещей о телеигр, который в эти дни проходит в Олимпийском парке. Это одно из значимых мероприятий в календаре событий мирового спортивного телевидения. Сегодня представители МОК и участники брифинга смотрели главный медиа-центр. Он станет основным узлом производства телерадиотрансляции. Именно сюда будет стекаться вся картинка, снятая на Олимпийских стадионах, и далее на экраны телевизоров по всему миру. Церемонию открытия Олимпиады увидят порядка двух миллиардов человек. Сами игры посмотрят еще больше. Поэтому так важно, чтобы игры в Сочи прошли успешно. Они приоткроют окно в Россию, и весь мир увидит, на что сегодня способна эта страна. Во время Олимпиады медиа-центр планирует принять 15 тысяч представителей СМИ. В полном объеме он начнет работать ровно за месяц до старта зимних игр. А вот сам Олимпийский парк должен быть готов на 100% гораздо раньше. Сегодня, как выразился вице-премьер Дмитрий Казак, там наступила пора генеральной уборки. Все арены и дворцы уже построены, успешно протестированы. Осталось навести лоск. К проведению международного экономического форума здесь должно быть все благоустроено. На всей подавляющей территории не должно остаться следов стройки. Все новые объекты должны быть вымыты, чистая территория засажена, засажена газонами, засажена деревьями. Такую же картину будут наблюдать и члены комиссии МОК. Последний перед Олимпиадой визит координационной комиссии Международного олимпийского комитета намечен на конец сентября. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.